Всегда, прежде чем нажать газ на гелике, убедите, что перед вами длинная прямая, чтобы у вас не было резких перестроений и, соответственно, резких торможений. Продолжение следует... Да, я что задержался, так и так всем привет, просто реально, S5 это круто, там вот это дрифт, я сейчас про гелик расскажу, но вот я, вы сейчас снимали без меня, пока внешний вид, я, значит, вот ехал сейчас сюда и смотрю, вот этот стоит тренога, частенький, который ставит камеры и сзади сидит. Вот у меня какую-то, знаете, вот я знаю эту дорогу, там максимум можно проехать, ну, 120 летом на ГТРе, вот в этом таком затяжном повороте, но зато всегда можно проехать 75-80, а этот стоит, я подъезжаю, ну, блокирую машину камеры, ну, на аварийках. И вот у меня в этот момент такое чувство, что я 15 машин, что ли, проехал, я спасаю лошадей с загона, там, вгоните, 80, знаете, давайте, давай, пошел, и мне там сигналит, я говорю, да, вот, вот так вот, у меня аж мурашки идут, я как будто, не знаю, я как будто вот, как, я не знаю, что мне вот казалось, что я прям вот такой прям поступок, у меня там пальцы показывают, это... Ну, реально, я 180 тысяч плачу налогов, бензин стоит полтинник, то есть 20-ка, это нормально уже у меня из бюджета, в год 180 тысяч, уже камеры везде, я понимаю, что все-таки бывают камеры, реально, когда у нас есть камеры, действительно, на трассе везде, когда они созданы для того, чтобы водитель сбросил скорость, потому что опасный участок, там, спуск, гололед и все остальное. Ну, когда вот километр тут и посередине вот это вот противные камеры, которые по 65, по 75, вот, понимаете, вот они приносят штраф, они везде, вот эти вот частники, которые стоят с треногами, но это что за люди, они же сами не понимают, вот зачем они это делают, зачем, я понимаю доход, вроде приличные машины там, С4 стоят, Сонат рядом с ними, вроде деньги есть, они же за копейки сидят, это что за люди, они же вот идут против нас, вот их это больше, их что в школе били что ли, ну зачем они это делают еще главное, я подъехал, стою машину пропускаю, он сидит на меня смотрит, мне надо бы подойти и спросить что случилось, может тебе помочь а что встал, знает что не прав, а сидит уперто и смотрит на меня вот давайте может быть мы как-то ну там раз в месяц тот кто меня естественно поддерживает на эту тему, будем какое-то там движение делать, там встаем во всех городах России, там на 15 минут блокируем эти камеры, представляете сколько денег мы можем сэкономить всем автомобилистам, которые мимо проезжают раньше, блин, у меня как приходит опять Антон, гоняешь просто у меня ГТР на маму оформлен и она постоянно мне мозги выносит опять гоняешь, ладно у меня сейчас хоть сердце спокойно, ГТР стоит не ездишь ты, материнское сердце бережешь, хорошо, а вот это вот ты за таких чуваков, раньше две камеры было стационарных, их сейчас добавили ладно, теперь про гелик так и так, всем привет еще раз сегодня я хотел бы вам рассказать про геленваген, я много снимал разных видео геленваген на оффроуде, как сделать быстро геленваген, тормоза, динамика и все остальное, но я ни разу не снимал видео про доступные геленваген и если вдруг, не дай бог вам в голову придет все-таки начать думать об этом автомобиле прокатиться на этом автомобиле или захотеть, например, купить его до чего мужчина вообще в осознанном возрасте доходит очень сложно, потому что когда я купил свой первый геленваген и я первый раз сел, прокатился на 5.5 АМГ вот на пассажирском сидении я подумал, что это вообще за кусок дерьма за 3,5 миллиона это вообще какая-то карета неуправляемая там все скрипит, машина вроде дорогая салон дерьмовый, в общем потом просто я как-то понял, что вместо УАЗика подвернулся гелик и понял, что три блокировки, постоянный полный привод просто для внедорожника это очень хорошая совместимость и это был тогда Патриот стоил 500 чем-то тысяч, по-моему а, Хантер, Хантер, я хотел Хантер а и подвернулся гелик просто понял, что тут постоянный полный привод три блокировки, вроде мотор мощнее, автомат вроде по грязи он лучше должен ехать купил и так у меня все поехало в общем сейчас два гелика ну, в общем, вы знаете эту историю, для тех, кто не знает ссылка на эту историю в описании теперь все-таки я хотел рассказать о людях, которые все-таки задумались буду вас, конечно, отговаривать от этой тачки что это самая бессмысленная машина никто эту машину не покупает ни ради проходимости, ни ради комфорта ни ради универсальности здесь кроме понтов ничего нет в принципе, те, кто не хочет купить можете дальше ничего не смотреть а я хочу для тех, кто, может быть, когда-то подумает купить эту машину, для чего она нужна и какие она приносит эмоции значит, сегодня я расскажу вам про автомобиль мой друг загорелся как-то вот ну, насмотрелся инстаграма, может быть каких-то клипов, может быть, еще что-то ну, в общем, сейчас инстаграм всегда в каждом крутом мужском видео обязательно должен быть либо питбуль, либо гелик ну, либо волк на край ну, либо вот там из пулемета постреляет ну, гелик должен быть даже в женских видео, где она, например, гламурная телка там, типа, да, и опять же гелик всегда крутота у нас в России есть такая мера крутота она измеряется в Геленвагенах хотите или нет все равно гелик на данный момент самая крутая тачка самая крутая, самая узнаваемая тачка в России эту форму ни с кем не спутать даже продавщица где-нибудь в селе которая продает молоко знает, что это Геленваген самый узнаваемый до сих пор автомобиль но это лично мое мнение конечно, может быть, вы думаете, что есть другой автомобиль и теперь и он решил купить этот автомобиль естественно, не тратя на него много денег чтобы понять и пощупать чтобы потом в дальнейшем, может быть, что-то купить более дорогое, АМГ в общем, просто прицениться задача была выбрать автомобиль там, в минимальный бюджет ну, то есть, до миллиона рублей соответственно, искал он долго в итоге, вот, перед вами вот этот автомобиль по которому я хотел рассказать и, в принципе, с какими проблемами вы можете столкнуться при покупке Бо Геленвагена у нас 98-й год М112 с автоматической коробкой передач естественно, внимание, стоит этот автомобиль 800 тысяч рублей ну, там, сторговались там, 790 там, еще можно сторговаться но, в целом, в принципе, за 750 сейчас этот автомобиль можно взять вот этот прекрасный автомобиль который визуально от того же самого АМГ ну, который сейчас 5-7 миллионов стоит хорошее отличается только высокой посадкой другими колесами ну, чем вот еще визуально ну, вот так вот издалека в принципе если на него поставить колеса и чуть занизить 20-й он мало чем будет отличаться потому что нам уже повезло что в эти деньги мы уже купили таких, кстати, много объявлений посмотрите то есть внимательно ссылочку оставили в описании очень хорошие гелики в которых владельцы вложили уже у нас уже есть АМГ-пороги что нестандартное естественно оснащение для не АМГ Геленваген у нас есть АМГ-расширители эти у нас были соответственно завод а нет, это тоже приобретенное вот это, конечно же нужно обязательно выкинуть если вы хотите хороший Геленваген чтобы было все хорошо поворотники нужно обязательно выкинуть чтобы прям скрыть возраст далее на самом деле вот эта размерность колес 18-й оптимально подходит для любого гелика для комфорта и проходимости и чтобы вас не трясло 265 на 60 Р-18 то есть для среднего мотора для 112-го 215 сил здесь далее он был с колхозным спойлером ой, антикрылом точнее то есть мы его тоже сняли ну это надо мне кажется тоже вот скоро удалить нужно ну это просто запаска есть это обязательно это придает любому Геленвагену классный вид фаркоп родной все родное ну сзади китайская оптика уже под новый кузов новый Геленваген и вы потом можете купить такую тачку 463 кузов именно потом говорить нет новый Геленваген за 20 миллионов даже деньги тратить не буду хотя может и у вас их нет но вы можете сказать что это уже не настоящий Геленваген потому что настоящий Геленваген должен быть на двух мостах и точка все остальное это уже дебильный кроссовер там же передняя независимая подвеска далее бампер остался тот же расширители ну для полного счастья здесь бы вот если нужно выхлоп двухсторонний и тогда все замечательно тогда все классно все хорошо естественно этот автомобиль если вы будете искать в 700-800 тысяч рублей малая вероятность что вы найдете оригинальный не крашеный а если крашеный то у вас будут первые очаги коррозии вот здесь на лобовом стекле вот это все будет крашеное ну бампер там был в то время металлический это просто уже естественно Китай крашеный вот это мне нравится это прикольно смотрится хром вот это тоже прикольно поэтому в общем-то сюда еще вложить около 50 тысяч рублей во внешности получится такой агрессор на дороге но самое важное у нас стоят расширители и они чуть не совпадают с колесами сюда нужно поставить проставочку 1-2 сантиметра у меня на черном стоит 3 но он заниженный именно на АМГ подвески потому что то же самое АМГ он пониже но мало того что здесь стандартная стоит подвеска здесь еще и стоят проставки которые его визуально завышают это мы тоже обязательно уберем и он станет чуть пониже и более будет смотреться гармоничней но для полного счастья все-таки я бы оставить колеса и проставочку на сантиметр чтобы он как-то пошире стоял на дороге ну и в общем-то все по внешности мы прошлись впереди у нас это конечно не оригинальный бампер потому что вся оригинальная пластмасса на АМГ стоит огромных денег огромных денег сюда опять же можно поставить еще решетку оригинальную но вот эти вот неплохо смотрятся на фарах накладки это конечно китайские очки а нет это по-моему оригинальные нет это китайские очки и оптика типа хэлло-блэк хотя я уверен что это свар потому что хэлло-блэк стоит полный комплект оригинальный 120 тысяч а так охрененный визуально черный лакированный смотрится внушаемо вся узнаваемость инстаграмная у него есть тонернуть бы его и просто красавчик ну согласитесь он классно смотрится если вы будете искать автомобиль в пределах до миллиона рублей вы столкнетесь с тремя основными двигателями которые представлены на рынке сейчас коротко про каждый плюсы и минусы первый мотор м104 это рядная чугунная шестерка простая элементарная практически неубиваемая я думаю что это один из самых неубиваемых моторов не знаю ну крузаках может быть атмосферное дизеля некоторые сравнятся по надежности по всеядности ну в общем этот мотор и конфигурация четырехступенчатого автомата она очень подходит для бездорожья и для лазения по серьезному оффроуду потому что этот мотор простой в нем хорошая тяга то есть хороший крутящий момент 210 сил там примерно по-моему неубиваемый медленный но очень надежный то есть на таком моторе я попал в гидроудар мы выкрутили свечку шатун загнуло но так как он все с ним стало хорошо как на ней выкрутили свечку покрутили воду мы из цилиндра выкачали завели он поехал и дальше на оффроуд стуча но он проехал это все и довез до точки то есть это тот мотор даже после гидроудара который поедет в любом случае сложно сделать так чтобы он вообще заглох эти моторы очень хороши и они являются самыми дешевыми на рынке то есть самая дешевая машина из бензина в основном с этими моторами есть 4 цилиндрового мотора 4 цилиндрового дизеля но их я не рекомендую во-первых дикий запах солярки и некоторые для оффроуда выбирают дизельные моторы но в пределах им все равно двигатель не хватает на понижайку они переходят вроде машина едет а скорость она не набирает и в горку там не поднимается а вот если вы хотите машину именно для бездорожья нет ничего лучше рядного М104 дальше следующий мотор это М112 который стоит здесь это тоже 6 цилиндровый мотор но уже V-образный 215 сил он побыстрее чем рядная шестерка он поинтереснее то есть у него выше момент ну соответственно у него не сколько больше мощностей сколько выше момент это обрезанная версия М113 соответственно плюсом в нем в чем расход до налоговой то есть до 250 сил достаточно резвый и тоже надежный такие моторы вы помните если например я снимал CLK 320 то есть там стоит такой же мотор но не путать его там с 3.5 следующим мотором где там с балансировочными валами были проблемы то есть это очень хороший надежный мотор он экономичный по налогам ну то есть до налоговой и достаточно резвый ну и плюс у него адекватный звук все таки на шестерке нарядный звук такой не знаю как передать но в общем не очень хороший следующий мотор это ну в чем минус этого мотора это все таки не V8 то есть гелик должен бурчать следующий мотор именно M113 но минус его в чем что это уже естественно алюминиевый мотор но там у нас уже 300 лошадей это налог это расход но плюсы в том что это V8 это ну так быстро но в любом случае машины едут где-то 8-9 секунд но это все равно звук это момент это 5-ступенчатая классная коробка то есть это все равно V8 он и есть V8 но они подороже до миллиона рублей AMG вы не сможете купить потому что они все стоят уже намного дороже поэтому сегодня мы будем говорить про простые геленваги дальше по коробкам вообще по геликам все неубиваемое что касается моторов и коробки даже в том числе раздатки но в чем проблема у нас в России проблема у нас в мостах и в кардавах я вот просто расскажу историю лет 5 назад я ехал по лесу и там как ни удивительно застрял геленваген я его вытаскиваю я говорю а что ты застрял-то да вроде не застрял полный полный привод я включил и у него центральная блокировка а мужик взрослый ну вот прям нормально я говорю ты что думал у тебя задний привод что ну он думал что да когда включаешь между сего отключается полный я говорю ты так больше не делай потому что у тебя постоянный полный привод на геленвагене постоянный полный привод, всегда включение блокировки, это межосевая блокировка вторая блокировка, соответственно включается задняя, межколесная и третья включается передняя а некоторые вот у нас в России просто геленвагены страдают, что их неправильно обслуживают и неправильно ездят, вы понимаете, что этот мужик на том геленвагене зимой вот в такой снег, постоянно ездил с заблокированным межосевым дифференциалом о чем мы можем идти речь, о какой вообще долговечности, если люди не научились их правильно использовать, поэтому или чем, как купить геленваген, что вам нужно сделать, на мотор, коробку можете не обращать внимания, даже если что-то там разлетится, это не особо дорого, самое дорогое это кардан, промвал, соответственно и два моста, это на что нужно обратить внимание в первую очередь как их проверяется, ну сложно будет определить вой машины на 100 км в час, естественно, ну как минимум, ну ладно, я сейчас в салоне покажу, что нужно попытаться сделать, естественно, проверить поднять машину на подтеке посмотреть давно ли мы ли мосты посмотреть на коробку, посмотреть люфты на промвале, на остальных карданах и если все нормально если сальники не текут, нужно обязательно проехаться, если все-таки вы решили купить этот автомобиль. Не стоит обращать внимание ни на какие там крашеные некрашенные детали, если вы до миллиона покупаете геленваген, вся морда будет крашеная. Если она будет некрашеная то у вас будет ржавчина, поэтому вообще на это не обращайте внимания. Редко можно гелик встретить каким-то кривым абсолютно потому что геленваген это такая машина Которая, в принципе, это машина-рама Вот просто подумайте, что вот эта машина Размером с Kia Sportage По большому счету По ширине, ну и примерно по длине А весит он как 200-й крузак Который больше его намного Поэтому он Вот у него рама торчит везде Почему их использовали, например, как машины прикрытия И все остальное Потому что он как молоток, он очень тяжелый и узкий И он, вот если, ну не дай бог, конечно, аварий Он бьет, он выбивает машины Просто как мячики И всегда вот эти машины оценились как автомобили Прикрытия, там блокировки Там преследования Потому что все же они очень крепкие Это нереально крепкие машины Вот посмотрите просто аварии с Геленваген Как они там разбивают все Это просто жесть Несмотря на их маленький вес, это как питбуль, знаете Он очень тяжелый Это очень тяжелая машина И тем не менее компактная и маленькая Может из-за этого ее любят Я, кстати, до сих пор не понимаю, в чем фишка Геленвагена Вот за 5-7 лет владения этим машинам до сих пор не понимаю Почему мне они нравятся? Давайте теперь по салону Значит, садитесь, когда вы будете садить в машину Заводите Как нужно торговаться? Значит, сначала с умным видом включайте все блокировки Ну, вам владелец включит Типа, вот там Включаем Центральную Заднюю И, значит, переднюю И, значит, переднюю Если горят индикаторы Это не значит, что блокировка работает Это сигнал к тому, что она начала активироваться И вполне вероятно, что если вы будете стоять Мало какая из этих блокировок заработает Значит, вы снимаете с ручьи Я не знаю, зачем, конечно, ручик знает Но, тем не менее Если я сейчас поеду Так, у нас центр включился Значит, смотрите В основном работает Удивительно, что у него передняя работает В основном работает межосевая Передняя и задняя Работают на пневмошланг Вы, значит, тут закатываете истерику Блокировка работает Что-то красное А эти две не работают Грозит вам, например, серьезная переборка моста Если это автосалон какой-то продает Или человек, он, в принципе, не разбирается И можно тут, там, говорите Переборка моста Это очень дорого В общем, тут сотку можно на этом скинуть Но на самом деле Это все полная фигня Это делается минут за 15 Ну, в любом сервисе Тот, кто вообще занимается геленвагенами За, ну, за тысячу рублей Потому что причина этих блокировок И то, что они работают в 90% случаев Что просто пневмошланги слетели Поставите их на место И они будут у вас работать Это абсолютно нормальная практика Но вот проблема будет Если у вас не будет работать Межосевая блокировка Вот если вы проехались И у вас не работает Межосевая Вот это действительно проблема А если вот эти две Это все фигня Но не показывайте виду Ни в коем случае Огорченное лицо И возьмите с собой обязательно друга Который, знаете, как там Торговаться Который вас всегда отговаривает Ну все, ну пошли Ну я же говорил Говно, мосты Скажите, играй в плохого полицейского И нормально скинете Дальше, значит Потом покажу Переводите в D Но естественно В основном Даже если автомат убит И толчков здесь не будет Даже если будет Это не показатель Вам нужно проверить не автомат И вам нужно проехать Проверить автомобиль Ладно, это я потом покажу На скорости По салону Все геленвагены Ну в принципе Салон здесь такой Конечно, не лухари Первое ощущение Когда вы сядете за рулем этого автомобиля Вы сели в трактор И вообще не понимаете За что тут такие деньги Но все материалы здесь Достаточно натуральные Для того времени И здесь, как ни удивительно Очень хорошая шумоизоляция Именно нижней части Потом, конечно На сотке вы будете огорчены Что у вас там потоки воздушные Вас там задувает И все остальное Как ни удивительно Здесь алькантара В 90% случаев У нас люки не работают И может быть такое Что вы его даже если откроете То потом не закройте А чтобы его закрыть Тут надо полмашины разбирать Потому что механизм находится там Алькантара Естественно, это не алькантара Это фортуна Перешита Ну, в общем, так-то более-менее неплохо По кнопочкам Естественно, в эти деньги Вы получите вот такой набор кнопок Но они очень прикольные Аутентичные Если вы хотите отдохнуть От современных салонов Солярисов, Хендайов Тойоты И всего остального Это самое то Здесь вы будете чувствовать себя Настоящим мужиком Который не бреется уже неделю И живет в лесу Каждая кнопка Как фиксатор Почему-то здесь нет кнопки Отключения АБС То есть Дворник включился И она назад не идет Пока ты не выключишь Понимаете? Это не тупая какая-то Китайская кнопка Она жестко фиксируется То есть, понимаете, да? Начал испугаться Вдруг реально не выключится Обратите внимание на панели Потому что панели у нас Автомобили 2000-х годов Вот эти вот заглушки Карбоновые у нас Там уже на более современных Автомобилях регулировки сидений Такой креслится Уже с памятью Но это как бы более-менее выглядит Но хотя родные Более-менее тоже неплохи Хотя бы по той простой причине Что чтобы закрывать дверь Обратите внимание На хват этой ручки На старых Ручка продолжается дальше На старых автомобилях А здесь Сейчас я вам покажу Чем они хороши И чем они плохи Еще раз про эти панели Смотрите А ну вот регулировка сидений На старых автомобилях Вот здесь Ну достаточно все удобно На самом деле Здесь обратите внимание Даже есть Подушку можно подкачивать И она работает Но самое удивительное Что на всех Геленвагенах Все работает Каждая опция Всегда работает Вот доптало Я уверен Что если здесь Брелок от Вебаста найти Тоже будет работать Значит про двери Во-первых Здесь они закрываются хорошо А это Это хорошо Этот звук Ни в коем случае Не ставьте доводчики На Геленвагене Потому что это ужасно То есть это как вот Чувак с камерой Частник берет камеру Который стоит на дороге Ему покер до всех Ему главное комфорт Свою жопу прикрыть Но ни в коем случае Не ставьте доводчики Брутально всегда закрывайте Он поставил здесь Вот эти вот Замечательные панели Это с одной стороны хорошо Потому что это визуально Внешний вид Тут такая приятная кожица С другой стороны Обратите внимание за ручку Когда вы закрываете дверь Вот и к вам садится Например какая-нибудь Девушка легкомысленного поведения Или которая всю жизнь мечтала Прокатиться на Геленвагене Вообще По поводу кстати Девушек и геликов Это вообще отдельная история Это просто вот Есть 9 типа девушек Кому нравится Геленвагене Дико нравится И вообще больше не на какой-то А кому не нравится Они их боятся Вот они делятся на 2 Но гелики нравятся В основном Красиво Красивым девушкам В основном гелики нравятся Ну ладно Это не суть Смотрите Вот она например Садится неопытный человек Она закрывает дверь И ей не очень удобно Тянуть эту дверь За эту ручку И всегда есть огромная вероятность Что она сядет И не закроет И вы такой думаете Блин Сказать или нет Что она закрыла до конца Но она же в одну шутку За улазик С первого раза не закрывается Это конечно большая проблема Можно ехать вот с открытой дверью Но вы будете чувствовать Что она вот так на ходу У вас брыкается Либо Не стоит ставить такие панели На старую машину И оставить ручку От этой же версии Которая здесь стояла Потому что здесь Ручка вот здесь находится И когда ты вот держишь Вот за этот Так скажем Рычаг прикладываешь сюда С большей вероятностью Что дверь закроется И вы можете сказать И вот за эту закрывай И она сразу закроется Поэтому двоякая сторона Что он эти панели поставил Но все равно Этот звук Ни на что не променять Вот типа Начинается веселье Типа вот Начинается веселье Это же классно Далее По задним сиденьям Это конечно трэш С учетом того Продуманных вещей Два ящичка таких Ты знал что они тут есть? Класс Багажник у нас Квадратный И практичный С учетом того Что если вы Сложите все сидушки У вас получится Ровный пол Я здесь Спал вообще Вот в спальном мешке Мне места хватало То есть Очень классная Продуманная вещь То есть Сюда Вот Еще одна такая Тайная ниша Здесь мы А и тут у тебя Насос тоже Домкрат и все остальное Вообще классно В общем у нас Такой багажник Вот такой мини Грузовичок Очень удобно И классно И быстро складывается Еще один тайничок У Геленвагена У нас Находится вот здесь Но здесь почему-то Он на замке Хотя естественно Замок у нас Не закрывается У меня на синем Он просто С обычного фиксатора Значит еще Перед тем как поехали Пару еще и по кузову Ну сами понимаете Да вот эти вещи Всегда будут страдать Вот эти вещи Да то есть Они всегда Либо обработаны чем-то Но это абсолютно нормально Что на них есть проблемы Вот эти места Которые заводы здесь идут Обработаны герметикой Мало у кого удается Сохранить Эта машина крашена Свежая Но тем не менее Тоже Они подвергаются Коррозии Задняя дверь у нас Гниет Но это как обычно Это абсолютно нормально Спойлер Теперь значит По антикрылу Соответственно Антикрыло правильно А не спойлер Спойлер это по другому Если На мой взгляд Если вообще делать Все по красоте Нужно Обязательно Если вам нравится Антикрыло Оставлять антикрыло Убирать запаску И убирать фарков Если у вас Типа спортивный Внедорожник Но если вы ставите Запаску Никогда не ставьте Антикрыло Это набор Какой-то Колхозник Вообще Какой-то Попахивает Еще каких-то Лампочек Может нацепить Эти знаете Вот сюда Какие-то Отражатели Для полного Счастья Не смотрится Спортивный элемент На крыше Автомобиля С такими Хозяйственными Элементами И сзади И снизу Типа вот Такая У нас тут Хозяйственник Такой Типа сырьем Занимается И все остальное Сверху Полуспортсмен Ну это вообще Бред Поэтому вот это Нужно Убирать То есть Это Когнитивный Диссонанс Вот так Намного лучше Смотрится Скомпоновано Ну и еще Хотел сказать Про эти петли Да То есть Это абсолютно нормально Ну даже На машин Двух Трехлетних Вот это вот Уявляется То есть Это все Надо дополнительно Красить И обслуживать Эту машину Вообще У гелика Будет много Затрат По малярке Вы Подкрашивать Его Как минимум Будете Раз в три года При хорошем Раскладе Что с ним Делать вам Ну это Конечно Мы уберем Потом И вы Этот Мы Для красоты Кадра В бак Выкинем Ну Корова Конечно После С5 На нем Очень сложно Если бы Задняя блокировка Работала Так Это работа Белая Что с говном Слушай Ну конечно Конечно Они же должны быть Белые Здесь Когда черный потолок Ручки Ручки Что в темноте Особенно водителю Вот очень важно Когда переворачиваешься Короче На гелике Вот так держаться Вот это Мне кажется Вот это Вообще Нужно Когда на гелике Кубарем летишь Вот так держаться Когда залезаешь Некоторым удобно Мататься Ну блин Кстати да Может быть Залезть надо Сейчас дай-ка Ну в принципе да Тут В жизни так Машину не садил Вот в жизни Ну это неудобно Неудобно Не ну реально Ты при чем упираешься Знаешь Может быть Кто низкорослый Высокий Может быть Неудобно Реально Значит Про удобство Посадки Я думаю На геленваген Вы все поняли Вот В январе Я за январь Набрал Килограмм 5 что ли Жирный Как свинья Это пипец Оливье Холодцы Пироги Все это Несовместимые Пельмени Все это Вообще Любой диетолог Умрет Сразу Да Еще Да Так Ладно Значит Отпускаем Тормоз Очень правильная вещь Вот это вот Что за что стоило Ну как можно 463 Назвать это Дорестом Получается Потому что На рестайлах У нас Уже идут Кнопочное Включение Раздатки То есть Понижающая Повышающая Передача Она очень часто Глючит То есть У вас может На ходу Например Вылететь Или просто машина Вылетает Кнопка Вот этот Сам фиксатор Летит И раздатка В нейтральное положение На автомобилях С механической Вот этой вот С механическим Рычагом Такого в жизни Никогда не будет И все там Замечательно И хорошо А на кнопках Очень часто бывает Что у вас Вылетает Ни H Ни L И вы стоите И газуете на D Придется ждать Нажимать Несколько раз И потом все Отключается Либо пониже Либо повышенно И вы едете Но это быстро Лечится Причем Взамена Всей раздатки Вместе с кнопкой Значит Самое вот Классное Что есть В ощущении Геленвагена Это когда ты Садишь сам за руль Никогда Тебя не везут Когда ты точно Упираешься за руль Ну вот прям Держишься двумя руками Тебя не болтает Не шатает И не держишься Вот так И чувствуешь Вот этот вот Стреловидный капот И вот эти два Поворотника Это Это класс Это всегда Будет подрагивать капот Это абсолютно нормально Я не сказал бы Что Геленваген Мягкая машина Даже с учетом того Кстати Если с проставок Снять Он будет мягче Гениальная обзорность Габариты Мы чувствуем Зеркала заднего вида Крайние точки Нам отлично показывают Парковаться можно В любой ситуации Проезжать где угодно То есть Вы сейчас будете смеяться Но Геленваген Очень удобная машина Для города Она не огромная Везде пролезает И причем у вас Охрененная обзорность Опять же Очень хорошо контролирует Ситуацию вокруг Того что происходит Опять же Почему многие Машин сопровождения Выбирают Именно Геленвагена Включаем Я не стал Ставить Камеру на Приборную Доску Потому что Ну за тест Он пару раз переключится Он ничего интересного Итак Значит Сейчас у нас будут Немножечко бить колеса Но Это нормально Потому что снег Забился в диске Плюсы Геленвагена То что Эта панель Это конечно не у всех Но она может Поскрипнуть Обязательно Нужно посмотреть На вибрацию На рычаге То есть Вы когда сели Едете Обратите внимание На Биение руля Но он бьет Из-за того Что у нас просто набилось Это не X4 А хотя Какая разница У нас же Нам все равно Даже трехлитровый Не одолеть Обратите внимание На биение Вот этого рычага Если он сильно бьется Это нужно Значит Смотреть Как минимум Промвал И я думаю Что это приведет К его замене Здесь такая вибрация Ощутимая Далее И опять же Люфты Вот видите Поворачивается Тут звук поменялся То есть Это первый уже Повод для торга Далее Конечно же Нам нужно Обратить внимание На биение руля Блин Когда может Снег тут выбить А иначе Как бы здесь Вот А если у вас Ходит так руль А снега нет В колесе То в принципе Я бы уже Задумался О другом автомобиле У тебя же так руль не ходит Да? Нет Нет Просто Блядь Вообще Херел Просто Блядь Здесь Как набилось Тормоза Аккуратней Только Но все же Когда ты едешь На гелике Ты просто Ощущаешь Какую-то Перевобытную Это Это ни на что Не похоже Автомобиль Он в принципе Может быть И некомфортный Немножечко Но Он очень Своеобразный Это интересно То есть Вот эта вот Посадка Неповторимая Но тут еще Подлокотника Почему-то нет Она как-то Тащи Даже Как будто Не на машине На каком-то Таком-то Мини-тракторе Но это очень приятно То есть Это как игрушка То есть Мужчин Вот у нас У нас же мало Развлечений в жизни Хотя может у кого-то много Но Если вы купите Гелик У вас будет еще Одно Вот прям Хобби Вам будет Нравиться Гелик Вы прям Поймете Что вам Обязательно Нужно на нем Поездить Там День Два Там Чтобы понять Эту фишку Вот тут Уже сейчас Даже мы едем В 80 Уже чувствуется Аэродинамически Хотя даже Вот если Вот эти Снять Ветровики Будет даже Получше Мне кажется Они больше шума Создают На скорости Тормоза Даже не С учетом Того Что у нас Тут в отличии От Более поздних версий Стоит дисковая Потому что Там 96 Год 95 94 То есть До 96 Года По-моему На них Ставили Барабаны Именно На версии С шестицилиндровыми Моторами Здесь у нас Стоит уже Дисковые Тормоза В принципе Это достаточно Хорошо И внешний вид Такой Приобретает Имеет значение Напольная Педаль Газа Что-то Переходить Хотел Или что Или вот Маршрутку Ждать Тоже Поставили Пешеходный Переход Не знаю Что она Будет Делать По динамике Да Ну вот Смотрите Я не Газ В пол Живу Я просто Ну куда Ты едешь Блин А Вот 100 км В час Едем На тачке Меня укачает Сейчас На ровной Дороге Это Короче Ненормально Снимайте Проставки А так Все равно В пробке В потоке Будете себя чувствовать С уверенным лицом И Так Это Жизнь Покидала Меня На самом деле Шутки Шутками Но Вот эти Колхозные Проставки Зачем Они тут Поставлены Ну-ка давай Солярис Мы сможем Удалеть Или нет Всегда Прежде чем Нажать Газ На гелике Убедитесь Что перед вами Длинная Прямая Чтобы у вас Не было Резких Перестроений И соответственно Резких Торможений Это касается Всех стандартных Геленвагенов Не АМГ Модификации Чем хороши АМГ Модификации Тем что За счет Про мотор Мы не говорим За счет Более За счет Других пружин Амортизаторов Они более жесткие Соответственно У них лучше Тормоза То есть У них Такая же Тупая рулежка Но они Не кренятся И тормозят Лучше А это Очень спасает Тормозим АБС у нас Не работает Я думаю Что раскрывать Потенциал По бездорожью Вам сейчас Не надо Потому что Оооо Поехали Аж Ресложик слетел Так Ну что Давайте до сотки Попробуем Замерить Ну просто Так Ну Поржать Ну-ка Давай Газ в пол По нулям Д Просто режим Три человека В салоне 60 15 2 Блин Что-то он так Замедлился К сотке 15 2 Ну Три человека В салоне Я могу сказать Но 15 2 Это конечно Я могу сказать Не очень хороший Показатель Итак друзья В общем смотрите Какая ситуация Значит Что по этому автомобилю Нужно сделать Конкретно по этому Сейчас конечно Показатели у этого автомобиля Очень плохие Крены Люфт Тормоза Рулевой редуктор Мы будем перебирать Убирать С проставок То есть машина будет ниже Рулиться я думаю Будет лучше Теперь люфтов таких не будет И кренов тоже Смотреть тормоза Потому что надо их Как минимум прокачать И посмотреть Что там с ними происходит Снимаем вот эти вот Дефлекторы Но если конечно Вам будет интересно Я потом покажу Эту машину Что сделали В итоге Меняем промвал И смотрим двигатель Что-то не то Надо либо масло В коробке По двигателю Надо посмотреть Потому что там Есть вот эта вот Плохая вещь Это говорит о том Чтобы газовое оборудование Было установлено Надо смотреть Мерить компрессию И вроде бы он должен Смотреть на свечи И вроде машина должна поехать Поэтому в любом случае Покупая автомобиль Даже за 750 800 тысяч Будьте готовы К непредвиденным расходам Хотя вот эти вещи Можно было уже Проделить при покупке Но тем не менее Гелик это все равно Крутая машина Для меня это Фановая машина Это машина Которая Придает удовольствие Любому мужчине Который владеет Этому автомобилю Ну и на самом деле Если вы сейчас посмотрите Откроете автору Посмотрите Что единственный Кто может Вообще Из внедорожников Сравниться По ликвидности На рынке То есть Год Тире стоимость Машина 97 года Может стоить Миллион рублей Легко Миллион двести Это машина в оригинале Ну может быть Крузак Там сотый В любом случае Ликвидность на рынке Есть Она не теряет в цене То есть Если вы купите Этот автомобиль Уже сейчас По минималке Там 750 800 В пределах Миллиона Она через 5 лет Может стоить Так же А то и дороже Поэтому В любом случае Если вам нравится Этот автомобиль Если вы думаете Брать или не брать Вы У вас Вы не убедите Переубедитесь Или я не купить Этот автомобиль Рано или поздно Все таки Вы купите Этот автомобиль Потому что Не может Вот вам нравится Гелик и курзак И что лучше взять Нет такого выбора Если вам нравится Гелик Вам нравится Только Гелик И никакая другая тачка Альтернатив быть Не может Потому что Геленваген Это автомобиль Который любит За то Что это Геленваген А не за комфорт Не за динамику Не за проходимость Любит за то Что Геленваген Ни Defender Ни Wrangler Вам не даст Таких ощущений За рулем Как Геленваген Поэтому Это уникальный автомобиль Все же для меня Остается Подводя итог И равных Ему Нет По брутальности Точно Рэнглер И Defender Это такое уже Ну такое То есть Это не так популярно В России В любом случае Геленваген Это культовый Автомобиль В России И это неоспоримый факт Хотите вы этого Не хотите Любите Не любите Но до сих пор Вы смотрите Это видео И вам интересно Ставьте лайки Всех с прошедшими Праздниками Давайте вместе Худеть Сбрасывать И лечиться Потому что я болею Уже вторую неделю Подряд Непонятно с чем это связано Так что До встречи В следующих видео А Стоп Смотрите еще что Хотел про Гелик сказать Вот эти вот стаканы Было вообще удивительно Что В 90-х годах В основном Все автомобили 98-го 6-го Не важно У них у всех Проблема С этими стаканами Здесь Нет вообще Следы сварки Они как будто новые Но обычно Как бы меняют И вот если То вот эту часть Она наваривается На вот эту вот Стойку А вот это Как будто Целиком новая Либо грамотно Очень привалили Прям и покрасили Но вот эти вещи Очень слабые Которые держат Амортизаторы Первое что у меня На синем гелике Отвалилось Это вот эта вот Стойка Но она все равно Будет ездить Там и Вот это вот Самое важное Поэтому удивительно Но по кузову Как будто Эту тачку разобрали Полностью Прям до рамы Полностью Отгрунтовали И собрали Заново Поэтому Все же У этой тачки Нет понятия года То есть по годам Не судят Есть такое понятие Как состояние Геленвагена Поэтому Бегом все На автору Смотреть Эти замечательные Автомобили Мечтать Представлять Прицениваться Мы же любим Это делать по вечерам Присматривать Выбирать себе Автомобиль Сначала надо Определиться С двигателем Потом с цветом Потом внешним видом И смотреть И мечтать Может быть Рано или поздно Эти раздумия Мечты Приведут К тому Что у вас будет Собственный Геленваген Я уже с вами прощался Не надо заканчивать Иначе я долго Про него буду говорить Все Давайте Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok